Привет, друзья! Как обычно, по пятницам вдоль с нами прекрасные женщины, которые делают этот мир лучше и, собственно, свою жизнь тоже каким-то удивительным образом устраивают так, что становятся бизнес-вуменами, уверенными в себе, воспитывают детей, семью, мужей и при этом открывают совершенно новые горизонты для прекрасного пола в мире финансов, возможностей, самореализации. Сегодня у нас в гостях владельца компании «Куинсбери» Елена Зотова. Привет! Привет! Ну, наверное, давайте для начала нашим слушателям расскажем, что из себя представляет компания «Куинсбери», чем вы занимаетесь? «Куинсбери» была задумана мною для моих же клиентов. Я вообще по профессии свадебный фотограф изначально была и есть до сих пор. И так получилось, что я вдруг осознала себя агентством в едином лице. Когда я для своих клиентов пыталась сделать все самое крутое, для того, чтобы создать крутую картинку, самую лучшую атмосферу свадебную, и в течение года я поняла, что я работаю бесплатно и делаю все это для своих клиентов бесплатно. И в какой-то момент я перестала от этого получать чистое удовольствие, немножко устала. Вот. Подумала, что надо бы на этом зарабатывать деньги. Вот. Ну и так оно и получилось. То есть сейчас не только свадьбой мы занимаемся, но и достаточно более широким спектром услуг. Вот. Но в первую очередь это были свадьбы, это были западные тренды, адаптированные под русскую реальность. А что значит западные тренды? То, как это принято там? Вообще свадьба в России это очень большая странность, на мой взгляд. Рассказывайте мне, я дважды прошла через это. У нас очень много традиций, и они очень клевые и крутые, но в какой-то этап, наверное, в конце 90-х, начале 2000-х, все вдруг очень начали сильно отходить от трендов, от традиций, пытаясь интегрировать западные истории для того, чтобы сделать более красиво. Например, выездную регистрацию, сладкие столы и так далее. Но всё это делалось так странно и напихивалось в одну кучу, что выглядела такая свадьба весьма комично. Поэтому, чтобы сделать всё гармонично, нужно очень аккуратно всё делать. Русские традиции, они тоже, безусловно, прекрасные и красивые, их можно сделать вместе с европейскими историями, в одном и том же флаконе замешать. Но это должна быть такая аккуратная смесь, очень деликатная. Зачастую очень многим организаторам и агентствам не хватает просто тупо вкуса. И отсутствие вкуса, пожалуй... А также жадность их очень сильно развращает. Поэтому, да, я с тобой согласна. Иногда мероприятие поражает какой-то неуместной роскошью. Даже не неуместной, а просто какой-то уродливой. Если можно так сказать. Потому что люди пытаются объять необъятное, сделать максимум, чтобы всё было круто-круто-круто, а потом получается как окрошка какая-то выглядит странно. Ну, вот окрошка венегрет, да, венегрет с крабами, знаешь, русская свадьба, что-то в таком духе. А скажи, откуда ты вообще, как ты вообще оказалась в этой теме? Ведь ты совершенно человек из другого мира, ты закончила Ильяс. Ты москвичка, да? Нет, я не москвичка. Я родилась в Беломорске, это Карелия. Училась в Петрозаводске на факультете иностранных языков англо-немецком. Вот, и так получилось, что я приехала в Москву, у меня, как это, вытащил мой первый муж. Жених. Ну, типа он влюбился, да, сказал, а поехали в Москву. И ты как жена декабриста? Да. Из Петрозаводска в Москву. Нет, я реально не хотела уезжать. Вот, и первый раз, когда я приехала в Москву, мы поехали в машине по пробкам, по Садовому кольцу. Я сказала, боже, здесь нечем дышать. А где лес? Да, где лес, где воздух. Вот, он сказал, да, ну, смеешься, нормально, все дышат, видишь вокруг, и ты будешь дышать. Ну, и я тоже задышала, но, ты знаешь, как выкинутые на берег рыбы становятся русалками. Вот, у меня вырос хвост, который превратился в ноги, и я пошла. И ты нашла какое-то дело себе по душе в Москве сразу, или просто работала по специальности? Я работала по специальности, работала переводчиком, делала всякие странные переводы, как письменные, так и устные. Потом работала в разных компаниях, на разных должностях. Но в итоге так случилось, что я закончила пиар-менеджером в достаточно крупном холдинге международном. Вот, нормальной позиции, как бы, я считала на тот момент, что моя карьера идет в гору, и все супер. Вот, но карьере моей помешала вторая беременность, когда я узнала, да, что я беременна, то есть отменилось быстренько повышение мое. Ничего себе, подожди, а твое начальство его отменило, или ты сама решила? Ну, как бы, нет. Ну, ты понимаешь, да, что когда девушка уходит в декретный отпуск, то ей выплачивается, соответственно, зарплата. Когда повышается зарплата прямо перед декретным отпуском, соответственно, выплаты тоже увеличиваются. Поэтому начальство имеет, в принципе... А ты, как традиционная московская бизнес-вумен, не стала уходить, не уходить в декретный отпуск, да? То есть у нашей девушки, как обычно, съездила в роддом с телефоном, и из роддома уже обратно поехала с ребеночком на работу, в лучшем случае. Нет, для меня это очень важно, то есть вообще момент подготовки к родам, момент родов самих, воспитания детей, для меня это прям критичная история. То есть я считаю, что чем больше ребенку отдаешь первые три года, тем в итоге дальше ты более безболезненно и спокойно живешь, потому что ребенок счастлив, спокойный, он знает, что у него есть связь с мамой очень плотная. То есть ты собиралась уйти в серьезный декрет и ушла? Да, я ушла в серьезный декрет, и через три года у меня были очень серьезные колебания по поводу того, возвращаться, не возвращаться. Ты прям три года сидела с ребенком дома? Да. Ничего себе. Но я не три года сидела с ребенком дома, вот, я уже началась зарабатывать деньги, когда ему было месяцев семь, наверное. Да, тогда у меня начались первые съемки оплачиваемые. Так, подожди, что значит, у меня начались первые съемки, а когда ты впервые взяла фотокамеру в руки? Короче, все началось с того, что у меня дедушка фотограф. Профессиональный. Он был не профессиональный фотограф, он был фотограф-любитель, но на очень серьезном уровне, то есть на том уровне, когда человек снимает каждый день. Вот, и я с детства, собственно, с ним с камеры бегала и в красной комнате сидела, проявляла пленочки. Вот, это было самое, пожалуй, мое счастливое воспоминание из всего детства, потому что это было прямо мое-мое. Волшебство. Волшебство, да. А что дедушка снимал? Что ему больше нравилось? Портреты, пейзажи? Портреты, да. Людей. Портретные, да, фотографы, людей, и каждый день он снимал меня, у меня очень много фотографий детских. И что дальше? Ну, дедушка, хорошо, ты видела, как дедушка это делал, но тем не менее, очень сильно все поменялось, уже не надо было сидеть в красной комнате. Ну, в общем, да, я очень сильно сопротивлялась цифровой эре, то есть, когда появились цифровые фотоаппараты, я говорила, что нет, там нет души, я снимаю на пленку, и я продолжала снимать на пленку для себя. Портреты, пейзажи. То есть, дедушка научил тебя и снимать тоже? Да, конечно, предметка. Вообще, моя, ну, моя сфера интересов была деталь. Вообще, любая деталь чего-либо, которая приставала становиться деталью, становилась целой. Арт-объекты. Ну, да, арт-объекты. Вот. Так случилось, что моя цифровая камера, ой, моя пленочная камера, моя самая любимая, каноновская, очень хорошая, была с чудесными объективами, рассталась со мной вместе с первым разводом. Да, мой муж сказал, что камеру я тебе не отдам. Вот. Я осталась без камеры, и какое-то время у меня не было финансовых возможностей. Ну, я выживала тогда практически для того, чтобы приобрести себе какую-то камеру. Вот. И самый большой подарок от второго моего мужа была. Это хорошая камера, но уже она была цифровая. И всё. И здесь случился пинок, старт, который дал, в принципе, из-за скорости, наверное, обработки, из-за возможностей, из-за того, что я стала соответствующим трендам. Вот. И всё пошло очень мощно. То есть я, как только у меня появилась в руках камера, я снимала каждый день. А ты начала Бэбика снимать, наверное? Да, с ним всё началось, но я снимала в первую очередь не его, и опять же переключилась на объекты. Вот. То есть доходило до того, что я одной ногой качала коляску, вот, и в это время что-то снимала, и он там орал где-то далеко. Я кричала, сейчас, 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 пять секунд, пять секунд, я прибегу. Вот, прибегала там. Ну, в итоге у меня получалось полноценных три-четыре съёмочных часа в день. Вот. У меня пёрло, и было это очень круто. Ну, а это всё-таки было такое дело в режиме хобби, я не знаю, там, увлечения какого-то. А как же это переросло в коммерческую историю? О, это был странный поворот событий. Да, это было типа хобби. Я снимала много портретов, я снимала людей, в том числе своих подруг. И моя подруга, одна из моих подруг, выходила замуж. И мы решили, что мы сделаем для неё лавстори, и я сниму её свадьбу. Это была моя первая съёмка, она была чрезвычайно успешно, удачная. То есть у тебя не было вообще сомнений, да? Получится, не получится? Нет, никаких сомнений. Просто взяла камеру и пошла? Вообще никаких сомнений. Мне просто была задача раскрыть человека. То есть это тогда первый раз, когда я столкнулась с историей. Продолжим после новостей. С нами вдоль фотограф и владелица компании по организации свадьбы Куинсбери Елена Зотова. Мы рассказываем твою историю, и получается, что, в общем, как ты взяла камеру в руки, так сразу и всё получилось. Ну, видимо, да, есть такие вещи, которые с тобой случаются в жизни раз навсегда. И если ты входишь в эту реку, то уже выйти оттуда невозможно. Ну, вот смотри, ты делала свадьбу для своей, ну, снимала свадьбу для своей подруги. И понятно, что там, ну, степень ответственности была не такая, как если бы это была свадьба чужих людей. Но в любом случае, у тебя не было никакого ни страха, ни смущения, ни сомнений? Получится, не получится? Нет, у меня страха не было, ни смущения, ни сомнений. Единственный вопрос, который сразу возник на первой же той свадьбе, с которым я до сих пор как бы работаю, для меня самая большая ключевая история в любой съёмке — это раскрыть человека и понять, какие чувства между парой и показать их на картинке. Это, пожалуй, самое сложное. Особенно если учесть, что пара находится в состоянии демонического стресса, как обычно, и думает сразу о 20 делах одновременно, и остановить это мгновение, и заставить их побыть чуть-чуть самими собой. Это невозможно, да, практически невозможно, но есть всё равно уловки. И моя основная задача — это вытащить чувства. Пожалуй, на съёмке многие пары вдруг понимают, что их чувства даже гораздо больше, чем они себе представляли, просто потому что я их провоцирую на это. У меня уже за годы сложилась технология небольшая, когда ко мне приходят клиенты именно за чувственной, нежной, трогательной фотографией, и той, которая бы вовремя вышибала слезу, и вовремя можно было бы посмеяться. И ту, которую можно будет показывать внукам и правнукам, и которая останется навсегда в семейном альбоме. Да, мужчинам, которые не хотят фотографироваться, говорят, «Так, меня не снимайте, пожалуйста, вот есть невеста, я тут постою с телефончиком в стороночке». Я начинаю объяснять долгие истории, рассказывать про их детей, про детей и детей, про их родителей и так далее. То есть, ну, вывожу на эмоциональную сторону, у всех слеза. А это вот, откуда это у тебя? Это, не знаю, последствия гуманитарного образования, или ты, может быть, какие-то психологические курсы прошла? Я не проходила никаких психологических курсов. Я по жизни очень много читала, очень много читала лирики, классики. И вообще мне вот любая трогательность, которая есть в этой жизни, она есть в каждом, и её очень много, она меня цепляет. И это самое большое в жизни, что меня цепляет. И даже когда я свадьбу организовываю, я делаю всё так, чтобы как можно больше зацепить каждого. То есть, начиная от бабушки, заканчивая подружкой-невестой. То есть, взять самый большой разбег по возрасту и по эмоциям, всех экспрессовать, закрутить... Каждому дать роль. Да, каждому дать повод поплакать и посмеяться. То есть, это самое главное. Чем больше эмоций человек испытывает на свадьбе, тем больше он её запоминает как самую клёвую свадьбу, которую он когда-либо видел. Скажи, ну вот эта твоя первая съёмка, она же была не коммерческая, а дружеская. А когда, кто тебе впервые предложил за это деньги? Ты помнишь своего первого клиента? Да, это была смешная история. Тогда ещё был очень ЖЖ популярен. И да, я сидела в ЖЖ, в то время выкладывала фотографии там свои какие-то, смотрела, что люди пишут. У меня девушка в друзьях в ЖЖ выложила свои фотографии с лавстории и писала с диким восторгом. О боже, нам сделали лавстории, посмотрите, какие мы прекрасные. Я посмотрела фотографии, это был ужас. То есть просто такой трэш. Я ей написала, вы знаете, мне очень жаль, что ваше понятие о красоте настолько как бы с низким уровнем. Давайте я просто бесплатно сделаю вам съёмку. Покажу, как это может быть. И просто покажу свой взгляд на вещи. И, по крайней мере, может быть, что-то у вас сдвинется в голове. Я не знаю. Вот. И она согласилась. Мы сделали съёмку. Она была в шоке, в реальном шоке. Но у меня очень многие клиенты в шоке после того, как видят съёмку, уже полученную в цифровом виде. И она сказала, всё, ты будешь только нашим фотографом на свадьбе. И всё. Вот она стала настолько благодарным клиентом, что от неё у меня в первый же сезон... То есть меня просто завалили настолько, что я повысила цены за сезон, за три месяца в четыре раза. Ничего себе. Да. И всё равно это было вполне приемлемо, и клиенты соглашались на эти цены. Да. То есть я могу сказать, что за три года у меня ценник вырос, не знаю, в гигантское количество раз. Но, тем не менее, сарафан, который идёт с первых свадьб, он до сих пор, какая-то часть не отсеивается, несмотря на цену. То есть тебе не пришлось, в принципе, бегать по рекламным агентствам, заниматься маркетинговыми исследованиями, делать Яндекс.Директы, вывешивать билборды и прочее, прочее? Самое глупое, что может сделать фотограф, это использовать Яндекс.Директ. Правда? Но, с другой стороны, сарафанное радио — это ведь тоже не самый универсальный способ. Разумеется, нет. Нет, в то время ещё очень сильно мне помогли свадебные форумы, которые были тогда популярны. Сейчас они уже не играют той роли и не являются тем двигателем, который был раньше. Вот. Опять же, благодарные невесты в первую очередь, которые трубят во всех соцсетях, во всех источниках о том, как всё было круто. Счастливые мамы, которые приносят фотографии на работу. Вот. И все отделы, заходя в кабинет, смотрят фотографии. Вот так. Да, отдел бухгалтерии — это наше всё. Я хочу напомнить. Подожди, нашим слушателям я совсем заговорилась и забыла наш телефон. Возможно, у кого-то возникнут вопросы или какие-то комментарии. 65 10 99 6, наш телефон, московский, код 495. И заходите на страничку Finam.fm в раздел программы вдоль. Может быть, оставляйте какие-то свои комментарии, воспоминания. Может быть, у вас была какая-нибудь тоже интересная, удивительная свадьба. Есть чем крыть. Ты какое-то время работала как фотограф, но, очевидно, поскольку у тебя был всё время такой серьёзный эмоциональный контакт с каждым клиентом, видимо, они стали к тебе обращаться действительно не только по вопросам фотографий, да? То есть они стали тебе доверять какие-то организационные моменты, других процессов свадьбы. Так случилось, да. Просто потому, что свадебный рынок в России настолько хаотичен, и это просто невозможно в нём сориентироваться человеку, который только зашёл. Вот мне сделали предложение, бумс, у меня свадьба через какое-то время, я пошла в интернет, и всё, на меня свалилась куча всего, нет никаких рейтингов, нет никаких экспертов. То есть видя сайт, ты не понимаешь, что за ним скрывается. То есть у меня есть опыт общения с разными специалистами в свадебной сфере, и я точно знаю, кто что стоит, стоит ли этот своих денег, этот не стоит и так далее. Я собираю каждый раз пул, команду под каждый проект. Я знаю, что для этого клиента нужно это, для этого клиента нужно это. И, соответственно, даю рекомендации. Это нормально, когда к тебе обращаются как к эксперту, потому что тебе уже доверяют. Да, но тем не менее ты выросла из фотографа до хозяйки своей компании по организации подобных мероприятий. И, соответственно, в какой-то момент ты поняла, что с аутсорсерами работать неудобно и сколотила собственную команду постоянно? Да, потому что я ни на одной свадьбе не видела команду, которая бы меня удовлетворила полностью. Потому что я фотограф, я всё вижу изнутри, я вижу все процессы, и я могу их оценить с точностью до 100%, уровень их работы. И ни одна компания, ни один распорядитель меня не удовлетворили на 100%. Я поняла, что я хочу контролировать всё сама. А что конкретно тебя не удовлетворяло? Люди были некомпетентные, непунктуальные, необязательные. В чём проблема? Зачастую это просто лень и неосведомлённость. То есть некомпетентность? Ну, назовём это так, наверное, да. Было много разных случаев, когда я просто пинала распорядителей, говорила, почему ты сидишь тут и куришь, когда там происходит то-то, то-то и то-то. Или в чём дело, почему... Ну, как бы сейчас невозможно описать все ситуации, как бы в рамках, да, у нас время ограничено. Но поверь мне на слово, компетенция у нас достаточно страдает, очень сильно страдает. Да я знаю, как человек, который периодически ведёт эти мероприятия, и каждый раз ты смотришь на людей, которые вроде бы как бы отвечают за его организацию, думаешь, кто эти люди, откуда вы взялись вообще? Кто вам доверил и почему вам доверили люди, самое главное, события в своей жизни, и теперь всё, вот, и теперь я должен тоже, бывает тоже, что приходится просто спасать ситуацию ведущему, потому что, ну, совершенно непонятно, что делать-то вообще. Всё идёт не по сценарию, там, всё там рушится, опаздывают артисты, не знаю, вовремя не выносят торт, забывают о каком-то номере или наоборот. А мы все понимаем, что, например, то, что вовремя не вынесли торт и опоздали на два часа, это значит продление фотографа на два часа финансово, продление видеографа на два часа, диджей и так далее. То есть это выливается в итоге в очень мощный финансовый, ну, стресс для клиента. Вот, потом, знаешь, очень частая ситуация, подходишь к распорядителю на свадьбе или к организатору, к агентству и спрашиваешь, скажите, а почему у вас ведущий пьёт на свадьбе? Как? Нет, никто не пьёт. Вот к концу свадьбы уже в дрова. Или почему у звуковик обкурен? Он сидит вне адеквата? Конечно. Кошмар. То есть они сидят просто, не понимают, что происходит вокруг. То есть это не самые такие... Драматичные ещё моменты. Не самые драматичные ситуации, потому что клиент этого не видит. Слава богу. Если, да, если благополучно всё проходит, он и не узнает об этих косяках. Но, тем не менее, компетенция — это тоже нечто такое, что приходит с опытом, с какими-то знаниями. Ведь ни в одном вузе тебя не учат быть свадебным распорядителем. Как ты собирала свои знания, которые позволили тебе построить собственное агентство? Ну, я в первую очередь не свадебный распорядитель. Да, у меня есть такой человек. Я его сама воспитала, собственно, и воспитываю до сих пор на каждой свадьбе. Я закончила свою карьеру в ранге пиар-менеджера и очень много занималась организацией ивентов. Для больших компаний, для больших компаний и так далее, для группы компаний наших. И, в принципе, всю эту технологию знаю изнутри. Да, сотрудничала с самыми, пожалуй, лучшими агентствами. Компания могла себе позволить достаточно дорогие агентства. Мне что-то там нравилось, что-то не нравилось. Это как бы по-разному. Это очень личное восприятие. Но я, пожалуй, для себя вывела самый для меня приемлемый способ взаимодействия с клиентом и с подрядчиками. Просто опыт. И команду ты собирала уже, собственно, зная весь этот рынок, как следует. Елена Зотова, фотограф, владелица компании Куинсбери. Сегодня с нами в доле. После новостей. Сегодня с нами в доле владелица собственного бизнеса компании Куинсбери, которая организует свадьбы и прочие мероприятия, а также фотограф Елена Зотова. Помнишь свою первую свадьбу, которую ты целиком сделала сам под ключ? Или это уже было так давно? Нет, помню, помню. Это была чудесная, на самом деле, свадьба. Но одна из самых лучших. Я ее могу показывать без сомнений до сих пор и рассказывать о ней. Она у тебя есть в портфолио. Это все происходило здесь, в Москве? Да, это все было в Москве. Это было в усадьбе Кузьминки. Выездная регистрация очень красивая. Мы чудесно подготовились. Мне всегда нравятся мои клиенты, потому что... Ну, вообще, у меня особенный клиент. Вот прям особенный. И у меня есть несколько инструментов вычленения своего клиента. А, то есть ты можешь отказать клиенту, если это, ну, как бы не очень твой человек? Я не отказываю прямо. Я сажусь и начинаю разговаривать. Я объясняю, что я делаю, как я все это вижу. И говорю, что если это будет немножко другое, может быть, лучше вам пойти к другим людям. Может быть, лучше вам... Я могу даже помочь что-то подыскать. Просто потому что, если вы не смотрите со мной в одну сторону, то, скорее всего, мы будем оба недовольны. И зачем? То есть тебе недостаточно заработать денег. Тебе надо заработать только теми способами, которые тебе нравятся и комфортны. Какую свадьбу ты не станешь делать? В которой чего? Что тебе не нравится? У меня, в первую очередь, должен быть внутренний комфорт с человеком. И человек это должен гореть. В первую очередь, невеста. Бывает так, что и мама невесты. И это мои соратники, это мои помощники, это люди, которые вдохновляются так же, как и я, и которые готовы ради вдохновения, ради того, чтобы реализовать какую-то очень крутую идею, пойти на какие-то определенные шаги. То есть это не те клиенты, которые щелкают пальцами и говорят, сделайте мне, пожалуйста, на этот бюджет хорошо. И уходят в сторону. Да, я могу это сделать, и, может быть, даже я это сделаю. Но это не принесет мне удовольствия. Мой клиент – это клиент, который работает вместе со мной, который готов участвовать в процессе, который вовлекается, который вдохновляется. Вот, пожалуй, так. Что касается фото и что касается организации свадеб. Есть такие клиенты, я вот недавно общалась с фотографом, который работает на премиум-сегменте, то есть там его заработки в два раза отличаются от моих. Он говорит, что, знаешь, я тебе завидую. Ты работаешь с такими людьми, с которыми интересно. Ты с ними взаимодействуешь. Уровень клиентов, которые уже где-то там очень далеко от меня, которые пока я сейчас не хочу трогать. Возможно, через какое-то время я созрею, но не сегодня. Тот уровень клиентов желает практически иногда невозможного. Не прикладывая никаких душевных хотя бы даже усилий, получить идеальный результат. Но это будет просто не о нем, это будет не для него, это будет не про него. Это просто будет красиво, дорого, богато. Да, вот, кстати, часто на таких свадьбах ты удивляешься тому, что весь сценарий проходит совершенно отдельно от людей. Отдельно, в первую очередь, от пары. Они как какие-то манекены в витрине стоят. И мне кажется, одна мысль, только скорее бы все это кончилось. То есть эмоционально эти люди не слишком участвуют в том, что вокруг них происходит. Особенно, если это люди молодые, а праздник устраивают родители. Скажи, пожалуйста, вот мне очень интересно, ты говорила о русских традициях и европейских традициях. Расскажи о них подробнее. И откуда ты узнала, например, вот эти европейские традиции свадебные? Ну, я, так как закончила иньяса, всегда читаю англоязычные ресурсы, посвященные свадьбам, праздникам, фотографиям и так далее. То есть я не жду переводных статей, которые появляются с задержкой и редко появляются на самом деле. Я читаю англоязычные... Первоисточник. Да, я читаю первоисточник. У меня достаточно большой ряд сайтов, которые я просматриваю уже недельно. Вот, смотрю на обновления. И там, конечно, есть культура и эстетика свадьбы. Вот, это целиком комплексное её оформление, когда всё от начала до конца решено в единой стилистике. Это подкупает, и это реально... Если удаётся такое реализовать на свадьбе в России, то впечатляются все, вплоть до бабушек. Хотя очень многие невесты боятся, что бабушка не поймёт, там, тётя не поймёт и так далее. Вот буквально недавно состояла свадьба, которую мы организовали, и мы сделали нетрадиционную арку для выездной регистрации, знаешь, такую овальную, там, с цветочками. Вот. Мы вообще такие арки не используем. Это такой принцип у меня. Никаких традиционных арок. Мы сделали такие двери. Двери, открытые двери. Очень красиво всё было, и бабушка сказала... Самое главное было для меня в тот момент бабушка. Бабушка сказала, о боже, это только про вас. Это двери в вашу жизнь. Класс. Да, и я подумала, всё, окей, мы попали, и все счастливы. А какие традиции русские тебя радуют на мероприятиях, и ты готова им следовать, и какие, наоборот, лучше бы их не было? Есть такая тема, как каравай, да, когда встречаются с караваем разбивание этих бокалов, что там ещё, голуби. Голуби, да. Да. Это всё, знаешь, это всё приемлемо, и это всё допускаю, если это всё как-то в канлу вписывается. Вот. Если этого хотят родители, ради бога, сделайте. Но я бы за то, чтобы это вписывалось более гармонично. То есть, например, если вы хотите внедрить русскую традицию в свадьбу, которая уже решена в европейской стилистике, нужно очень тщательно продумывать каждые детали. То есть, когда, в какой момент и в каком формате это всё подаётся. Иначе это всё становится кусками из ниоткуда. То есть, такой мозаикой в светлых тонах, в которые вкрапляются какие-то невнятные серые точки, да, которые ничем не определены и ничем не обусловлены. То есть, по идее, свадьба — это такая как бы канва, да, в которую ты всё вписываешь. Это должно быть очень гармонично и плавно. Меня радуют люди, которые пытаются русскую традицию обогатить. Например, пригласив ансамбли, которые вот с русской песней, с обрядовой песней приносят каравай, которые сопровождают это. Это настолько трогательно. Это прям вышибает слезу. И прям стоишь, у тебя же за камерой там всё трясётся. А всякие похищения невесты... Ой, похищение невесты — это ужасно. Туфелек, выкуп тупелек там и чего-то ещё. Ну, от этого никуда не денешься. То есть, здесь есть просто формат мероприятия, в котором люди живут, и они не могут выпасть из него. Да, у каждого в голове есть история про свадьбу. Вот у кого она какая? У кого в голове похищение не есть, тот бежит и её похищает. То есть, здесь невозможно остановить... Возможно остановить весь процесс, который после этого следует. Да, его можно более-менее грамотно оформить. Вот здесь на помощь приходят очень хорошие профессиональные ведущие, которые понимают, что и как, когда можно делать. С ведущими у нас тоже big problem в Москве, по крайней мере. Я думаю, что и по всей России, да. Вот эта вот томодистость, которая почему-то так цепляет всех. Я не знаю почему, что до сих пор очень многие молодые ведущие вот это в себе культивируют даже. Но, по-моему, очень многие люди, которые делают... Ну, собственно, гости там и родители, им как раз нужен такой человек, который без остановки говорит, чтобы не было скучно, чтобы гости не заскучали. Обязательно надо, чтобы кто-то выносил им мозги 24 раза в минуту. Ещё самое ужасное, когда радуют родители, ну и молодых, когда путём, ну, давайте прямо говорить, путём унижения гостей развлекаются остальные. Ну, да. То есть вот эти вот томодиские конкурсы, они, по сути, это публичное унижение. Да, да. Это очень смешно, конечно, посмотреть, как ближнему некомфортно. Да, поэтому... То есть ты стараешься таких моментов избегать. Ты знаешь, у меня аж прямо внутри всё переворачивается, я не могу, у меня прямо сердце всегда не на месте, когда я вижу, что дело идёт к этому. Я просто бегу и изо всех сил пытаюсь что-то это... Смотри, но ведь свадьба всё-таки это... Как бы ты красиво это ни выстроила в нашей стране, это всё равно нечто непредсказуемое. Всегда найдётся какой-нибудь пьяный гость, который вспомнит, что он хотел что-то спеть. Или что-нибудь ляпнет, какой-нибудь неожиданный тост. Понимаешь, я тоже была свидетелем один раз на свадьбе, когда отец невесты взял микрофон и, ну, реально, сопровождая отборным сочным матом практически каждое своё слово, сказал приблизительно такой тост. А теперь я хочу поговорить с женихом. Я думал, что ты полный, а теперь вижу, что частичный. Очень этому рад, понимаешь? Ну, то есть это было просто настолько ужасно вообще. Русский человек непредсказуем. Как ты купируешь эти вот опасные моменты? Не знаю, у меня на свадьбах такого не происходит. В первую очередь, потому что мы продумываем всю логистику свадьбы. То есть чтобы гость был в нормальном состоянии в каждый этап свадьбы, её нужно грамотно спланировать. То есть мы сразу же отрезаем все эти прогулки по паркам, когда гости напиваются в лимузине. Бедные и несчастные покинутые гости на жаре с тёплым шампанским, с конфеткой. Теряются в кустиках. Теряются в кустиках. Это ужасно, это на самом деле. То есть просто каждый раз с каждым клиентом ведёшь очень долгую беседу. Что вам это не нужно. И рассказываешь о возможных последствиях каждого этапа. И почему нужно сделать так, а не иначе. Поэтому если грамотно всё спланировать, если гости приходят, у них полчасовой аперитив, потом церемония, и потом полчасовой перерыв на поздравление, и потом уже банкет, то здесь как бы напиться некогда. Ты просто не успеешь. То есть баян не рвут, мордой в салат не падают, и без драк даже свадьба обходится. Как скучно. Ну я не знаю, может быть, что-то происходит после 12-го. Где-то уже там за кулисами сознания у людей. Но слава богу. Скажи, пожалуйста, ты помогаешь невестам с выбором платья, например? Или это уже не твоя компетенция? Я всем рассказываю на первой же встрече, что от платья зависит вся стилистика свадьбы. То есть от того, какое платье мы выбираем, дальше уже идёт очень много. И, конечно же, я даю свои пожелания и даже советую очень крутых стилистов, которые могут помочь с выбором гармоничного наряда для жениха и невест. Как правило, очень редкие люди обращаются к стилистам. Но мы обсуждаем этот вопрос, и зачастую невесты советуют. Сюда присылают фотографии с платьями. Мне, слава богу, дешёвых китайских чайников я в последнее время не встречаю. А скажи, пожалуйста, а тебе не бывает жалко, что ты взвалила на себя эту всю махину свадебную? Ты работала фотографом, получала удовольствие, занималась творчеством, делала людей счастливыми и снимала их счастливыми. А я продолжаю? Да, ты продолжаешь это делать, но теперь у тебя ещё и такой огромный багаж в виде агентства Куинсбери, в котором нужно и кулаком по столу стучать, и иметь дело с безумными зачастую просто в предсвадебном стрессе находящимися людьми и столько каких-то дополнительных нагрузок на себя брать. Ты знаешь, я сейчас уже пришла к тому, что я чуть-чуть отхожу. То есть я, конечно же, участвую в процессе, я руковожу, но я уже на ключевых каких-то моментах подключаюсь, и всю рутину я её контролирую, я её вижу, но я в ней не участвую. То есть это уже делают твои сотрудники? Да, это уже делают менеджеры. Конечно, каждого из них я контролирую на каждом этапе. Я не могу не контролировать, это такая суть моя. Но в любом случае я получаю от этого удовольствие. Вообще это, конечно, удивительно, что хозяйка агентства, которая занимается организацией свадьбе, показывается потом на свадьбе с фотоаппаратом, ползает на коленках за какими-нибудь деревьями, выбирая хороший ракурс. Зато я всё вижу, я по рации могу гаркнуть и сказать, что вот здесь вот так. Да, слушай, ты кошмар, в принципе, менеджера своего, я думаю, потому что ты же выскакиваешь, как чёртик из табакерки, в самом неожиданном месте, в самый неожиданный момент, и не расслабишься, ещё и с увеличительным стеклом в руке в виде объектива. Да, конечно, я, например, больше всего, Тумаков меня распорядитель получает на свадьбе, в то время, когда, например, во время первого танца идут официанты. Продолжим об этом после новостей с нами на Финаме Елена Зотова. Сегодня с нами в Доле бизнесвумен, владелица компании по организации свадеб и фотограф Елена Зотова, компания называется Куинсбери, наш телефон 65 10 99 6, и есть сайт Финам.фм, там ищите страничку программы в Доле. Как ты вышла на международный рынок? Каким образом так оказалось, что ты, в общем, стал делать свадьбу далеко за пределами Москвы? Ну, это, опять же, мои чудесные клиенты, которые меня провоцируют на это. Приходит клиент, говорит, вот мы хотим свадьбу в Греции. Ну, и там, ты понимаешь, что там нет твоих подрядчиков, нет никого из знакомых, которые могли бы тебе, там, не знаю, порекомендовать ресторан или, не знаю, цветочников или что-то в этом роде. В очень многих странах у меня есть такие люди. Да ты что? А откуда они взялись? Во-первых, мои подруги рассортировались как-то так по многим странам Европы, таким образом, что я могу к ним обращаться как к экспертам в Италии, во Франции, абсолютно точно, то есть есть, ну, очень хорошая спина, да, на которую можно положиться и которой можно доверить очень большую часть работы. Вот. В каких-то странах мы просто ищем хороших распорядителей адекватных, желательно там с хорошим бэкграундом, с хорошим образованием. А как вы их, через интернет? Интернет, конечно, интернет-сайты. А как ты понимаешь, вот, ну, красивую карту, ты же сама говоришь, что ты заходишь на красивый сайт, и ты не знаешь, что за ним стоит. Как ты понимаешь, что вот этому человеку можно доверить и деньги, и свадьбу, и, в общем, свою репутацию? Просто начинаешь пробивать многих, и в процессе всё становится понятно. Ну, это всё, на самом деле, так легко, и просто... Вопрос опыта. Да, вопрос... Нет, вопрос времени даже, скорее всего. Вот, вопрос времени. Когда времени мало, тогда делается всё экстремальным образом, и, разумеется, увеличивается бюджет. Но у меня плюс в том, что у меня уникальная команда собрана. У меня, например, есть партнёр мой, уже теперь партнёр, да, по свадебным всем историям, которые особенно касаются зарубежных выездов. Это стилист Маша Рублёва, которая, помимо того, что она очень крутой стилист, то есть она делает крутой макияж, крутую прическу, она ещё шикарный флорист и декоратор. Ух ты! То есть, вывозя на свадьбу одного человека, я закрываю четыре позиции. Здорово! Вот, и, как правило, мы, если такая история случается, мы планируем всё, весь процесс так, чтобы она всё успевала, я всё успевала. То есть, ну, это просто продумывается логистически, и таким образом клиент фактически получает, ну, очень много услуг за минимальные деньги. Дело в том, что очень сложно удовлетвориться. То есть, получается, что даже за границей свадьба, может быть, сделается дешевле, чем в Москве? А это однозначно. Серьёзно? Конечно. Даже чтобы вывезти всех своих гостей? Ну, если это раннее бронирование авиабилетов, да, если вы свадьбу планируете где-то за год, ну, как минимум месяцев за восемь, да, с ранним бронированием всё реально. Очень много примеров есть, можно там по финансам провести. Я просто могу сказать, для тех невест, которые собираются делать свадьбу за рубежом, пожалуйста, аккуратнее. Всё-таки свадебные специалисты, что касается флористов, визажистов и стилистов, за рубежом, это очень сложная история. Дорого. Сложная и дорогая. Качество их работ зачастую на порядке ниже наших. И я всё-таки всегда убеждаюсь сделать репетицию в Москве и повести с собой хорошего специалиста. И это будет проще эмоционально, финансово, и результат будет лучше. Вот. Потому что если, ну, взять нормальный билет, хорошо договориться, ну, грамотно договориться с специалистом, то получается дешевле. Я до сих пор помню, как я просто чуть не рыдала, когда я увидела невесту в Неаполе, которую сделали самые крутые стилисты Неаполя, там, за какие-то бешеные бабки. Я просто даже себе таких цен за стилистов представить не могу. Вот я не могу. Вот. Но то, что я увидела, мне было страшно. Девочка была очень красивая, а результат просто вот прям... Мне было жалко. То есть в любом случае приходится весь, ну, то есть брать кусочек своей реальности отсюда и везти всё туда. Да, потому что... И в тамошних декорациях всё равно делать всё по-своему. Всё равно приходится, да, потому что то, что видят потом в результате распорядитель, там, и владельцы площадок за рубежом, то, что делают наши, у всех падает челюсть. У всех падает челюсть. Они говорят, мы такого не видели, у нас такого никогда не делали. Это круто. Слушай, ну, вот это удивительно. С одной стороны, да, ты говоришь о том, что рынок в России очень хаотичен, а в Европе есть своя традиция и культура. С другой стороны, люди, которые у нас этим занимаются профессионально, ну, просто вот... Специалисты одинакового уровня на Западе и у нас в порядке отличаются по цене. Вот и всё. Просто чем выше уровень, тем выше цена. И у нас дешевле. У нас дешевле получается один и тот же уровень. Если брать, ну, сравнимые вещи. То есть получается, что, как бы, место дешевле там, а люди дешевле здесь. Да, площадки кейтеринга дешевле там, а специалисты крутые дешевле здесь. Скажи, пожалуйста, а как ты сталкиваешься ли ты с конкуренцией здесь? И как ты можешь сказать, вот определить, чем всё-таки ты отличаешься от всех прочих свадебных распорядителей, агентств, которые существуют на рынке? Для меня, по сути, нет конкуренции. То есть я её не вижу, я её не ощущаю, поскольку если люди ко мне приходят, они остаётся. Они мои. Они мои, они никуда не сбегают. Вот. Ну, слава богу, пока не было такое, переплюну даже через левый плечо. Вот. Ну, пожалуй, да, большая часть там уходит в крупное агентство, которое даёт мощную рекламу, но, может быть, мне их и не нужно. Вот. То есть ты... Ко мне приходят мои люди. Я фаталист. Тебя устраивает сейчас тот поток клиентов, который ты имеешь, то количество денег, которое ты зарабатываешь, или ты спланируешь всё-таки бизнес дальше развивать? Я всякий раз радуюсь тому, что происходит, и ситуация всё время, ну, провоцирует меня на рост, вот, и я радуюсь тому, что происходит. Ну, то есть пока, в общем, ты никаких особо стратегических не выстраиваешь. Ну, у меня сейчас есть в голове, да, мысль про осень, поскольку это всегда чуть-чуть такой сложный период, осень-зима, вот. Но в любом случае будет какая-то рекламная кампания, в любом случае, небольшая, но будет. Вот. Я думаю, что мой клиент найдётся. Давай вспомним о том, что, собственно, вся эта история с бизнесом началась, когда ты была в декретном отпуске, и что ты всё-таки такая принципиальная мама, которая считает, что ребёнок должен быть мамой, воспитываться мамой, а не няней, и т.д., и т.п. Сейчас у тебя хватает времени на семью, на ребёнка? Ой, у меня чудесная семья, я на самом деле очень благодарна своему мужу, потому что, в принципе, это только благодаря его поддержке всё это сделалось, и всё это произошло. Вот, поскольку... Он капризничает, когда тебя до утра нету дома, и в выходные ты улетаешь куда-нибудь на капфыра, вовсе не отдыхать и без него. Ну, он, конечно, капризничает. Ну, как же нет, он же мужчина. Вот. Но в любом случае его мощная поддержка, вот, эмоциональная и финансовая в том числе, кстати, мне очень всегда помогала. Потому что сложные моменты он мне очень сильно выручал. Вот. А дети, да, ну, есть, слава богу, бабушки, и сейчас уже гораздо проще всё с этим у меня. Да, у меня редко... Я практически не вижу детей летом. Потому что сезон. Практически не вижу. Да, потому что сезон, и я не вижу практически мужа, я прихожу, сплю, ухожу, вот, и я прихожу ночевать домой, вот, я даже не кушаю. Ничего себе. И вот сейчас у меня, например, последний месяц съёмки каждый день, то есть я просто, ну, жизни у меня нет практически. Вот вчера был первый перерыв в один день. А что ты делаешь для того, чтобы как-то, ну, восстанавливаться, не уставать, не сходить с ума? В конце концов, у тебя работа, которая требует постоянного эмоционального включения. Это же изматывает. Изматывают люди, которые не твои. Которые люди твои, они тебя вдохновляют. Питают, наоборот. Да, вот, я прям наслаждаюсь этой ситуацией, когда у меня прям, вот, я за камерой стою, у меня прям внутри мурашки, и слёзы, и сердце там колотится, и я прям переживаю каждую секундочку, там, когда что-то происходит. Когда люди открываются тебе, они становятся вдруг твоим источником вдохновения, ну, и всё. А физически, ну, я пытаюсь, конечно же. Очень много лет меня поддерживал йога, вот, сейчас у меня просто в этот период нет, вот, реально нет времени, вот, просто нет. По спадьбе, да? По спадьбе, да. А тебе тоже нужно наряжаться как-то, да, то есть ты должна прийти на свадьбу в макияже, в каком-то платье, нарядом, или ты можешь себе позволить такую рабочую форму одежды? Внешний вид на свадьбе, это ещё очень большая история в России и в Москве в том числе. Я одеваюсь на свадьбу так, чтобы меня можно было принять за очень хорошего гостя, ну, хорошо одетого, то есть у меня всегда дорогая обувь, у меня всегда приличный пиджак, брюки, потому что это удобно, да, и блузка, и, как правило, это чёрный цвет. То есть, всё-таки став на свадьбе, это и есть став, да, персонал, вот, то есть я не должна быть ярким пятном, я не должна быть белой, бирюзовой, там, или ещё какой-либо. Если, конечно, есть какая-то тематика цветовая у свадьбы, я могу немножко уйти в этот цвет, вот, но это не должно быть ярко, в первую очередь. Прилично быть одетым на свадьбе, это очень важно, это моя позиция, и весь персонал должен быть прилично одет. Став, на Западе есть очень строгие стандарты, все мужчины снимают в пиджаках и в рубашках, все женщины тоже снимают в приличном виде. Это только у нас, зайдя в ЗАГС, можно увидеть фотографа... Джинсы, сандалии на чёрные носки, да. Да, сандалии на чёрные носки, там, девушку в микро-шортах, когда она наклоняется, там, страшно посмотреть, это низкая талия у джинсов, из которых торчат трусы, когда она наклоняется. Ну, не комильфо. Ну, да, да, то есть должно быть всё прилично и сдержано. Ты сказала, что осень и зима, поздняя осень, да, там, ну, начиная с ноября, это уже не сезон, и ты отдыхаешь в этот момент, или ты просто, не знаю, тоже занимаешься фотографией, но уже больше для себя? У меня очень много обработки, книг, то есть всё, что снято летом, нужно обработать и отдать клиентам. Это очень большой поток. То есть это постпродакшн продолжает? Постпродакшн продолжается, да. Очень много, получается, семейных, беременных съёмок. У меня есть клиенты, которых я веду, например, с момента рождения детишек, то есть первый год мы снимаем, каждый месяц, как он растёт, меняется, детей каждый год снимаем, снимаем. Все следующие этапы, которые следуют за свадьбой. Да, это ты очень хорошо устроилась. Сначала, значит, свадьба, потом рождение ребёнка, потом Кристины, потом первый год. А, ещё беременность, да, дни рождения детей, а потом первый сад, а потом первый класс. Понятно. В общем, если вы попадаете в руки Килинис, шансов уйти у вас уже нет. Потому что я люблю своих клиентов, их всяческих примирую и поощряю. Я думаю, они тоже отвечают тебе взаимностью. Спасибо тебе огромное. У нас в гостях была владелица компании по организации праздников и свадеб Куинсбери, профессиональный фотограф Елена Зотова. Всем хорошего дня.